Шалом православные, витаю католики, ленд-лиз в хату и, соответственно, Путин в Морген. Вчера Верхняя Палата Конгресса США должна была утвердить ленд-лиз для Украины на 40 миллиардов долларов. Но из-за одного ренда пола этого не произошло. Сенаторы всеми силами стремились согласовать законопроект, чтобы предотвратить рыв поставок американского вооружения на следующей неделе для Украины. Но даже в самом красивом лесу найдется один пророссийский дятел. И в данном случае им стал именно этот сенатор Рэнд Пол, республиканец от штата Кентукки, на секундочку, либертарианец. Он заблокировал ускоренное голосование и, потребовав внимания, включить всего одну поправку, добавить федерального инспектора. Зачем? Ага, затем, ну, чтобы не уворовали, конечно. И, казалось бы, в общем-то, повод-то благой. Но на самом деле, правда ли в том, что поправка, которую внес этот товарищ, который нам совсем не товарищ, она против воровства? Или все-таки это что-то другое? За пояснениями по этому орнитологическому вопросу мы обратились к экономисту-либертарианцу Ярославу Романчуку. Дорогие друзья, поговорим про полезного идиота или политикана, или отношения, которые просто вопиющие, вызывают омерзение, вызывают возмущение. Вопрос касается Рэнда Пол. Рэнд Пол – это сын известного Рона Пола, икона либертарианства в Америке. И то, что сделал Рэнд Пол, вызывает возмущение не только наше, вызывает возмущение вообще всех тех, кто следит за войной, которую ведет Россия против Украины, Третьей мировой войной, за борьбой со статалитаризмом в нашем регионе. Что случилось? Рэнд Пол заблокировал, по сути дела, принятие выделения Украины 40 миллиардов долларов в рамках ленд-лиза, в рамках борьбы с этим всемирным злом. Он заблокировал. Почему он заблокировал? Потому что, оказывается, с его точки зрения, безрассудно сегодня тратить 40 миллиардов долларов, инфляция в Америке высокая, госдолг большой, дефицит бюджета высокий, поэтому он проявляет принципиальную позицию и вот так блокирует решения, которые, по сути дела, согласились и республиканская, и демократическая партия. Что происходит, друзья? Я просто посмотрел в цифры. 2006-2021 год. За эти 15 лет госдолг Америки увеличился, внимание, на 22 триллиона долларов. 22 триллиона долларов. Расходы органов госуправления Америки в 2021 году составили больше 9,5 триллионов долларов. 9,5 триллионов долларов, друзья. Смотрим мы дальше на цифры. 40 миллиардов Украины – это не целых полпроцента всех расходов. Я уже не говорю про расходы, связанные с обороной. Это 750-800 миллиардов долларов. Дефицит бюджета два предыдущих года, не считая этого, был 14,5 и больше 10%. Это вопиющий просто уровень бюджетной распущенности. 2 триллиона просадили американские налогоплательщики в Ираке. На абсолютно безуспешную проигранную войну с наркотиками было потрачено сотни миллиардов долларов. На схемы, связанные с продовольственными карточками, потрачены сотни миллиардов долларов. Злоупотребление на сотни миллиардов долларов. И тут 40 миллиардов долларов для Украины, для Рэнда Пола, оказывается такая принципиальная позиция, что нужно думать, как же подставить и республиканцев, и демократов, вообще ставить на уши весь мир. Для чего? Все понимают, что собственно решение будет принято. А вот отвлечение 1, 2, 3, 4 дня, каждый день гибнут десятки, сотни людей на фронте. В Мариуполе 150 тысяч, они требуют, они жаждут, они ждут освобождения. Будет оружие, будет освобождение, шансы на это повышаются. И вот Рэнда Пол, опять-таки, либо это политиканство, либо это наивность, гранича с преступлением, совершает вещь, которая, на мой взгляд, является моральным преступлением. Самое обидное, самое опасное, что человек говорит, я за свободу, я там за свободу во всем мире, я против большого государства. А где же ты был раньше? Ты что, не понимаешь, что вот это является дискредитацией свободы, дискредитацией Америки? И это самое опасное, что может в этой ситуации быть. Когда люди, которые не понимают, что творится здесь, они просто потому, что нужно бороться с большим американским государством. Поэтому давайте мы скажем Фе, в том числе и Украине. Знаете, это мне напоминает ситуацию, которая была со мной в 2010 году, когда против меня выступал институт Мизиса американский, который я в жизни в глаза не видел, только на том основании, что я бросил вызов Лукашенко. Вот ты против Лукашенко, а Лукашенко против Америки, значит ты плохой бэдгай. Рэн Пол, либертарианцы Америки, люди, откститесь, а с ней выйти со своего кокона ненависти к федеральному своему правительству, потому что вы смешны. Более того, вы аморальны тем, что вы делаете по отношению к Украине. Это тоже самое касается института Катона, который тоже на протяжении 15 лет писал совершенно чушь такую дремучую в отношении того, что тут, оказывается, бедную Россию, Рашку обидели. И вот это называется научным анализом, это называется, друзья, работа агентами влияния на нацистскую Россию. И это нужно четко себе представлять. Спасибо большое Ярославу Романчуку за развернутый комментарий. Всем остальным я хотела бы напомнить, что не стоит волноваться и тем более паниковать по этому поводу, потому что голосование пройдет на следующей неделе, и нет ни одного шанса на то, что из-за этой пророссийской консервы что-то глобально изменится в отношении помощи Соединенных Штатов Америки, Украины. Более того, предыдущий пакет помощи, 14 миллиардов долларов, уже реализуются. Огромные списки поставок вооружений для Украины со стороны Соединенных Штатов. Подробнее об этом вы можете читать в телеграм-канале «Хватит бояться» Татьяны Мартыновой, на который, я надеюсь, вы подписались, так же, как и на этот канал. Слава Украине! Живи Беларусь!